Здравствуйте, уважаемые горожане! Хочу прочесть вам отрывок, небольшой рассказ Алексея Толстого, Нина, из журнала «Путеводная звезда». Чем здоровее человек, да чем грубее и проще наша жизнь, тем она чувствительна, не так ли? Пустое болтает, будто Ивану Содореву вовсе нет нервов. Как начинаешь иной раз дыхать, привяжутся жалостые воспоминания, уходишь от разговоров, ложишься на траву. Ветер качает травинки, метелки, видит край неба. И сердце стучит в землю. Матушка, земля родная, отворись, приласкай дорожного человека. Вспоминается мне один случай в начале войны. Вам известно, и рассказывать не стоит, в каком красивом положении оказались наши пограничные войска, когда он в первый же день разбомбил наши аэродромы. В тылу некоторые до сих пор говорят, будто части Красной Армии тогда бежали. Нет, не оскорбляйте безвестных молкил. В них лежат преданные сыны Родины. Жизни своей не купили возможность нашей победы. Об их груди разбились безудержанное немецкое нахальство. Стволы пулеметов и винтовок накалялись до красна. Так мы дрались, отступая. Он окружил нас бесконечными танками, автоматчиками, бомбил и забрасывал минами, как хотел. Мы пробивались и пробились. Нам было туго, но и немцы ужаснулись от своих потерь. Не спорю, были среди нас малодушные. Вылежав без памяти бомбежку, отряхивались и глаза отворачивали. Ну и вузила. Эти и сдавались. Еще была причина. Нас многому учили, но не все крепко усвоили, что в бою у каждого должна быть инициатива. Мы глядели на командиров, он отвечал за все. А если он убит? Мы без головы. Вот что тогда губило многие части? И тогда же стала расти у нас инициатива. Народ смышленый, драки злой, гордость наша стонала. Как праздника ждали добраться до него в рукопашную. Неман оставался позади. Мы потеряли связь с частями, и тут немец навалился со всех сторон. Мы наскоро вынурнули узкие щели, сидим в них в бронебольных пулях, у нас уже их нет. А он клюет нас минами со всех сторон. Самолеты, волналы за волной, земля скрипит от взрывов. Пыль, вонючий агарь в глазах, ушах забита песком. Иной подлец так низко пронесется, поливаясь пулеметов, белесую рожу его успеешь разглядеть. А мы сидим. Заповеди наши помните? Не признаем себя окруженными, и все. И ему остается самое нежелательное идти с нами на рукопашное сближение. И точно, все стихло, ни выстрела в небе, ни звука. Начинаем слышать, как шумит лес. Высовываясь из щелей, видим зарево запада. Большущее солнце в последний раз светит нам из-под тучи. Берем легко раненых, способных держать винтовку, или хотя бы ногами передвигать. Осторожно, перебежками направляемся к лесу. Так, знаем, группа автоматчиков и пулеметы. Ползем в придирку к траве между кочками. Одна забота, ближе подобраться. На ура! А ему бы уже время открывать по нас огонь. Помню, дрожь меня пробрала. Что за черт? Мы уже в полутора ста шагах. Он должен нас обнаружить. Почему он молчит? Встаю, прижимая грудь березой, вглядываясь на окушку, никакого движения. В чем тут уловка? И вдруг начинается трескотня в глубине леса, правее этого места. Трассирующие пули, синие, красные, зеленые, замелькали, потянулись нитками. И слышим русское. Ура! Глотки у нас сами разинулись. Мы подняли тоже. Ура! Проскочили в то место, где еще днем сидели немцы и встретили их лесной чаще. И отвели душу на этих автоматчиках. Произошло вот что. Отставая от одного полка, непонятная рота под командой лейтенанта Моисеева, пробираясь на восток, разведала наше окружение. И будущее в соседстве решило нас выручить. С тыла ударило по автоматчикам. Мы в этом прорыв и вышли. Моисеев был пылкий человек, рожден воином. Кто он такой на самом деле, мы так и не узнали. Кажется, служил где-то в Западной Белоруссии. Прямой, среди вороста, лицо невыразительное, обыкновенное. Рукава гимнастерки засучены по локоть. Всегда смеялся добродушно, но взгляд острый, умный. Да это и есть золотые люди на Руси. Пробиваемся вместе с ротой Моисеева на восток. Сами ищем немцам. Гарнизон ли оставленных в деревне их первым эшелоном или десантников? Нападаем первые немцы, перед нами бегут. Обросли мы бородами, черные все стали, уж не зная от грязи и от злости. Бывало, Моисеев посмеивается. С такой армией да под музыку, да по Берлину пройтись. На страх немка. Вот будет лихо. Однажды, около полустанка, где стояла разбитый, покинутый состав и только что побывали немцы, на зеленом-зеленом лагу, на нескошенной траве, увидели лежащую молодую женщину. Руку положила под голову, другая прижала к простыленной груди. Была как спящая. Опущенные ресницы, ветерок, шевелил каштановые волосы, будто с уголка по бреде шарта, стручка крови. Около женщины ползает черноглазая девочка лет двух, платится горошком, тормошит ее, повторяет «Мама спит, мама спит». Мы подошли, девочка прижалась к матери, ладошками сжала ее щеки, глядит на нас, как испуганный колченок. «Товарищи, что там? Что там?» Слышим, бежит Моисеев, рвет на себе ворот гимнастерки. Мы молча расступились. Восстановился и будто про себя с удавлением. «Мои! Мои жена и дочь!» Схватил девочку, притиснул к себе, опустился у жены в изголовье и заплакал. Затянул, как ребенок, тут и девочка заревела. Бойцы, как засопев, кто вытирал глаза, отошли. Я отобрал мой серый револьвер и некоторое время оставил его одного с девочкой. Стали копать могилу на тремя кудрявыми березами. Жена его, должно было, бежала, в чем была, с дочкой из Белостока. Провелась где пешком, где на крузере, где случайным поездом. В этом полустанке незадолго до нас немец их разбомбил. Выскочила, побежала по зеленому лугу. А у немецких летчиков, у желтогубых мальчишек особенный спор. Пикировать до бреющего полета на бегущую без памяти женщину с ребенком. Может быть, она часу только не дождалась встречи с мужем. Вырыли могилу под березами. Думали, что для одного человека, а пришлось положить туда двоих. Прискакал один из наших разведчиков на замороченной лошаденке. Сообщил, что обнаружена группа мотоциклистов на Балашаке, который пересекал этот полустанок железнодорожный путь. Можно было, конечно, отойти незаметно и ввязываться в драку. Но подошел Моисей с девочкой на руках. У него даже лицо изменилось. Стало серое, глаза погасли. Никаких нет. Я не согласен, сказал он. Хочу встретить их, как должно. Только так, только так, товарищи. Погладил девочку по головке, передал на руки бойцу раненую голову. И мне поверительно. Возвратите моему личное оружие. Моисей сам провел свою операцию. В узком месте дороги навалил деревья, посадил в засаду пулеметчиков и стрелков. Когда немцы беспечно, в удивлении, восстановились около завала, из здания машины подтянулись, он истребил их огнем и штыками. Всех до последнего человека. То ли он действительно искал смерти в этом бою, то ли душа его злоба. Он вертелся с винтовкой самой гущей схватки. Весь живот его прошило из автомата. Все же он нашел силы, сел на дороге, оглядывая немецкое побоище. Ну вот, Маруся, сказал, видимо, он же немножко не в себе. Это по тебе тризна. Хороним тебя с музыкой. Поправил на левый бок, посиневшую рукой, потащил из кобру в револьер. У него был весь живот перерезан. Хоронили их обоих в одной могиле. Девочка на руках этого бойца, представьте себе, не плакала. Наглядела, как взрослая, когда взрывали ее в мать и отца. Может быть, не подумали, что мы делаем. Хотя нет, дети в эту войну помнили больше, чем нам кажется. У них и у Мишках много копошицы созреется со временем. К вечеру в лесу на прилаве мы скипятили воду в шлемах, помыли нашу девочку, взвернули в плащ-палатку, строили ей гнездо из ветвей. И на храму постояли святовка бонца, пограничника Матвея Мохоткина, старшего по на виду мужчину. Девочка спала плохо. Все просыпалось, звала мама. Матвей ей говорит, спи, спи, не бойся. Но уже на другой день она затиха. Матвей никому не доверял. Сам ее все на руках и делился, как ее зовут. Она долго не хотела говорить. Потом вдруг сказала ему на ушко, Нина, еще много дней пробивались на восток через немецкие заслоны. А когда вплотную подошли к линию фронта, решили девочкой не рисковать. В местечке Немирова попросили незнакомую нам женщину, Рину Михальчук. Понравилась она нам, поверили мы ей. Взять наше дитя, чтобы было у нас и сахар, и белый галет. Все отдали этой женщине, приданной за ними. Уходили за Немирова, заглянули в ее хату. Нина прыгала у приемной матери на руках, а женщина тихо плакала. Вот и вся моя история. Сталась наша Ниночка на западе у немцев, и могила под тем березами у немцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова